Всем привет, это FreeStudio21.com И мы опять разбираем тему фразовых глаголов или глаголов с предлогами, как хотите это называйте Здесь, я так смотрю, у нас в основном будет глагол carry, carry и come Вот так вот Очень ходовые глаголы, очень часто с ними предлоги, самые разные и всё такое Итак, первое предложение Здесь нет вариантов, опять же, я выбрала упражнение, где нет вариантов И в этом-то и весь изюм Нужно думать, нужно знать, что можно ставить, что нельзя ставить Итак, первое предложение I didn't mean to buy so much food, but I got carried... Чего-то там Так, я не хотела или не планировала покупать так много еды Но мне пришлось, значит, забрать её с собой Ну, что у нас здесь? Значит, здесь сразу же я знаю, что здесь должно быть Здесь должно быть away, carry away Вот таким образом Значит, carry away Это забрать Забрать что-то куда-то Сейчас я его выпишу Carry, carry away Забрать с собой Или забрать что-то Из откуда-то Забрать что-то Откуда-то У этого глагола, кстати, есть шикарный синоним Который не менее часто употребляется Это take away Take away Можете говорить так, можете говорить а так Это абсолютно одно и то же Я могла бы здесь сказать I got it Здесь ещё it, по идее, должно стоять Почему не стоит, не знаю Значит, take away I got it taken away Вот так вот я бы это сказала I got it taken away Вот такая была бы фраза у меня То есть, фактически это то же самое Я забрала её с собой То есть, домой там или куда-нибудь Это уже не важно Едем дальше The police are carrying Чего-то там An investigation In the case of Andrew's accident Полиция проводит расследование Касательно Несчастного случая Который случился с Эндрю Или аварии В которую попал Эндрю Так или иначе Здесь у нас Проводить расследование То есть, если дословно это перевести Это будет выполнять расследование Я подвожу вас к тому Что здесь должен стоять Должно стоять carry out Carry out Carry out Так, сейчас возьму какой-то жизнерадостный цвет Carry out Проводить Проводить Выполнять Вот так вот Выполнять Что-то Вы можете выполнять задачу Вы можете Проводить расследование Вы можете проводить Исследование Какие-то чего-то Проводить опрос Например, можно Проводить выборы Можно даже И в общем Всё, что Организовывается Всё, что Выполняется Это всё carry out Едем дальше Третье Я наткнулась На свой старый фотоальбом Когда убирала Значит, что здесь будет Здесь будет across Вот так вот I came across Come across Если вы встречаете Такое выражение Это значит Случайно Случайно наткнуться На что-то Come across Случайно найти Случайно встретить Случайно найти Случайно встретить И так далее Или встретить Кстати, не обязательно Речь идёт Речь идёт Может, речь идти Может, о вещах Это может быть О человеке I came across My friend Я случайно встретила Свою подружку Где-то там И так далее И тому подобное He came across me In the supermarket Он случайно Меня встретил В супермаркете И так далее И тому подобное Очень часто Кстати, употребляем Выражение Вот это вот Come across Далее Четвёртое I feel terrible I must be coming Чего-то там The flu Так Что же здесь будет-то? Честно говоря Я даже не знаю Не помню Не знаю Сейчас надо подумать Ладно Я пропущу пока четвёртое Сделаю пятое When Sally's uncle died She came Чего-то там A small fortune Ага Вот здесь я точно знаю Что будет Когда умер дядя Салли Она унаследовала Небольшое состояние Значит, здесь будет Come into Come into Так, сейчас я выберу себе цвет Come into Came into A small fortune Значит, если дословно Она вошла В небольшое состояние Как бы так вот Дословно Но не ведитесь, пожалуйста Заметьте, что Come into Может быть дословно То есть, можно войти куда-то В помещение какое-то I came into the room Это будет абсолютно нормально Это будет дословно Но Если у вас речь идёт о Ну вот как здесь О наследстве Значит Come into Come into Oh, sorry Come into Войти В Права Какие-то Войти в чьё-то положение Это тоже может быть Войти В Новое положение В новую должность Допустим В новое положение Какое-то Или же Унаследовать Унаследовать Так что Не ведитесь Не спешите переводить Посмотрите О чём идёт речь Унаследовать Иногда Может быть ещё Значит Взять на себя Чьи-то обязанности То есть Ну я знаю Сейчас я что-нибудь Если быстро Соображу То придумаю Я приступила к обязанностям главного инженера То есть Я взяла на себя Я взяла на себя обязанности главного инженера От кого? От предыдущего главного инженера Вот такая логика То есть Это не просто взять И принять на себя обязанности Это Получить их от кого-то Как бы так вот Войти Ну Легальным образом В это положение Теперь Четвёртое Вернёмся Надо подумать I feel terrible I must be calm Ага Вот Я знаю что это Значит Есть выражение Come down Come down Это сползать Или Подходить Приближаться К чему-то плохому Come down Это может быть Спускаться То есть Дословно Спускаться по лестнице Допустим И здесь ещё Я думаю Должно стоять To Или не to Даже With With Здесь будет with Потому что здесь Речь идёт о болезни Поэтому здесь будет with Так или иначе Значит Здесь будет Сейчас я его напишу Значит Coming Down Coming down With The flu Теперь давайте Проанализируем Это выражение Что оно означает Я ужасно себя чувствую Я должно быть Заболеваю Гриппом Это если перевести По-человечески Если же это перевести Дословно Come down Come down Down With И дальше какая-то там Болячка будет стоять Там не важно что Какая-нибудь гадость Это значит Свалиться Слечь С какой-то болезнью Слечь С болезнью Вот такая картина Чтобы вы знали Откуда у этого выражения Как говорится Ноги растут Вот такое интересное упражнение Пожалуй Всё Из этих выражений Часто Довольно-таки Часто встречаются Carry away Это невероятно Невероятно часто Carry away Или take away Как хотите И так и так будет правильно Carry out Невероятно часто Употребляемое выражение Come across Тоже очень часто Употребляемое Come down with Тоже Когда речь идёт О болезнях Да Да и да Но насчёт Коминцу Не знаю Честно говоря Я вас встречала Только в официальных Деловой корреспонденции И я затрудняюсь И я затрудняюсь даже сказать Насколько часто Она употребляется В разговорной речи Не хочу вам Вам морочить голову Не знаю Если кто знает Можете написать в комментах Я ничего против не имею Так или иначе Ну пожалуй Скажем так Все выражения Жизненные Кроме наверное Самого последнего Ну что на это скажешь Есть выражения Более употребляемые Есть выражения Менее употребляемые Советую вам Запоминать все И желательно С примерами Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал Субтитры создавал